Ну и еще один из многочисленных вопросов, это, наверное, вопрос о щенках. Потому что есть определенное бытует стереотипное мнение, что если у вас питомник, у вас должны быть щенки, которых вы производите пачками и, так сказать, готовите их на продажу. Я хочу сказать, что мы не производим щенков, мы не производственный питомник. Мы именно чистый ездовой питомник. Собачки у нас содержатся для того, чтобы развивать именно гонку Волга-Квест, территорию гонки Волга-Квест. Ну и содержатся еще для того, чтобы, так сказать, для спортивного туризма. То есть туризм тоже бывает разный. Мы все-таки относимся к категории спортивного туризма. Это не няши, это не обнимаши, это не целоваши какие-то непонятные для нас. Это хорошие, большие, достаточно дистанции, для чего приспособлены вот эти собаки. Вот, в этом году, тем более у нас будут достаточно длинные дистанции, это для такого, ну, так сказать, продвинутого туриста, для людей, которые действительно любят природу, любят погружение и так далее. Так вот, если говорить о щенках, да, тем более о производстве щенков, там, о продаже этих щенков, то еще не каждому человеку продаж такого щенка. Особенно, если вы здесь аляскинские хаски. Да, тут у нас молодые щенки и 5 месяцев. Вот, это можно сказать, что сейчас у нас два подрастающих поколения, одним 8 месяцев, одним 5 месяцев. Это вот будущее нашего питомника, северо-северо, аляскинские хаски. У нас всегда будут сибирские и аляскинские хаски. Это та порода, сибирские хаски, породу, которую мы выбрали. Вот, а аляскинские хаски, это та самая беспородная собака, которую мы полюбили. Да, Феечка? Ты моя умничка, ты моя девочка. Ты пришла ко мне, да, ты моя хорошая? Привет, Криденс, привет, Кулика. Петька, привет, Петюнь, здорово, Петюня. Вот, что касаемо щенков, да, то есть то же самое. У нас нет в питомнике таких услуг, как потискаться, поиграть с щенками. Почему? Потому что, ну, это, понимаете, это как все равно, что вы к своему ребенку, к маленькому, будете пускать кучу людей, кучу родственников, они будут с ним тискаться, играть. И потом, что будет психика с вашего ребенка. То же самое психика с собакой. Но не выдерживает психика с собакой такого большого количества общения с людьми, тем более людьми, которые не знают собак, не знают их языка и так далее. И поэтому они и так очень энергичные, вот, Аляски, да, то есть они целый день что-то делают. Они там жрут столы, жрут конурки, они постоянно ходят, постоянно бегают. То есть они утром у нас вот выпускаются, бегают по территории. Феечка, да ты моя радость, да ты стала выходить, ты умница моя. Вот Феечка, например, после приезда у нее был достаточно такой сильный стресс, видимо, от переезда. Она вот у нас убегала, пряталась в будущем. А сейчас стала выходить к нам, да, Криденс. И это тоже вот достаточно долгий срок работы. Так вот, касаемо щенков, я, например, вернее, не только я, это наш питомник Серебо Севера придерживается того, что к щенкам не нужно, это не услуга, это не развлечение. Это все-таки, да, это тоже, это собачьи дети, но это дети. И для того, чтобы у вас в руках была хорошая издавая собака, рабочая собака, она должна находиться в единых руках, а они как бы не затисканные, не заласканные, не зафотографированные, не заняшные. Да, Наташка? Тогда, скажи, мы пробежим большое количество километров, тогда мы вырастим большими здоровыми псами, да, скажи, и психологически устойчивыми. Правда? Да ты моя радость, дай я тебя поцелую. Писька, дай я тебя поцелую. Ой, молодец, спасибо тебе большое. Кодушка пришла моя. Цепь уход, ты что жрала, да? Ну вот, такое вот небольшое эссе хащенка. Кода, ты хулигантая. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...